МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. И громко. И громко. Костя, рост мне сегодня помогает. В лучших, да, буду стараться. На улице дождь, который не спасает от духоты. У нас концерт. Вот Лешка съедает у меня кусок праздника. Он сразу перед тем, как начинается... Он уже все говорит, все карты раскрывает. Я, конечно, понимаю, что на соцсетях все написано для особо, так сказать, интересующихся. Да, мы готовили момент. А мы готовились, готовились. Ну а теперь что? Здравствуй, Валера Курас. Привет, дорогая, привет, ребята. Всем привет, добрый вечер. Прямо фраза из моего любимого кино, из Покровских ворот. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Да, у нас концерт. Я смотрю на плейлист, на трек-лист, так называемый. Я вижу, что ты решил, в общем-то, там, не мучить людей интригами. И сразу с такой, с удара. Ты сейчас вот про малую авиацию? Да, да, да. Ну, на самом деле, тут как бы это навеяло буквально, во-первых, то, что побоялся пробок, сильно заранее поехал и сильно раньше приехал. Это уже последнюю неделю, так? Все, видимо, уехали отдыхать и пустая Москва. Да, и каждый раз, когда там эти опасения пробок, я думаю, вот хорошо бы там самолетик, вертолетик, что-то еще. Ну, и плюс, конечно, сейчас передвижение тоже вот часто вот думаю, что вот неплохо бы действительно такой самолетик. Маленький, но свой. Маленький, но свой. Ну, поехали. Полетели. Полетели, пристегнулись. А он летал на кукурузнике И был прикинут, как положено Костюм, рубашка, галстук узенький Дарил букеты ей роскошные А эта девушка жеманая Капризно хлопала ресницами Мол, самолетик слишком маленький И не бывает за границей Не беда, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Не беда, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаinen В небе синем и безоблачном Слава выписывал признания А эта юная молочница Не приходила на свидания В один прекрасный день все кончилось И кукурузник скрылся из виду Теперь девчонка в темном числе Грустит сама себе, завидуя Не педа, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Не педа, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Не педа, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Не педа, что самолетик маленький Что боится тучи грозовой В этой жизни есть простое правило Лучше маленький, но свой Лучше маленький, но свой Лучше маленький, но свой Дорогие друзья Валерий Кораса дарит нам сегодня свое Живое выступление, а я вот подумала Я недавно пела эту песню Весь полет, час пятнадцать он проходил В Петрозаводск, летел Там, значит, на 20 мест джетики такие летают А я же не знала Я туда на поезде ездила там давным-давно А тут вот на самолете Автобус везет, везет куда-то далеко-далеко-далеко А потом раз, и там вот этот мамасик стоит Я говорю, а он долетит? И там все, Ксенечка А там все, это же наш маленький камикадзе Джетик такой на 20 И я думаю, надо продать эту песню компании И чтобы, пока он выруливает на взлетную полосу Чтобы звучала эта песня Было бы так, ащ А он такой, прямо вертикально Такой резвый самолет Джет, джет, а 20 человек Может, оно и пригодится Так, ну что? С одной стороны, вроде как лето календарное На своей середине, да? Даже чуть больше Да, даже чуть больше Но впереди же Бархатный шансон У нас же лето Лето бесконечно Причем какой? Какой впервые Это круиз О! Так-то обычно мы куда-то раз И там, значит, живем-живем Радуемся-радуемся И обратно А здесь По трём морям По каким-то четырём точкам Заморские страны Ну, не страна одна Там до Турции И обратно Но с какими-то заходами То есть там какая-то загогулина В этом смысле Хорошая компания Есть турецкий гамбит А есть турецкая загогулина Вот это как раз туда и будем заходить Да, компания отличная И знаешь, что мне всегда Я человек, который прошедший в 90-е годы 11 круизов Это тогда было очень модно Да, это было очень модно Так ты ветеран просто круизного движения Какой-то Да, 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 абсолютно Якорь на плече Хочу сказать, что это невероятно круто Потому что ведь как вообще артисты Сам отработал А потом, когда твой товарищ работает Пошёл куда-то по городу там шляться Там куда-нибудь на шопинг ещё А тут с лодки-то куда денется А что делать? На палубе сидеть Звёзды считать Конечно, ты пойдёшь И тоже будешь на концерте У своих товарищей Поэтому аншлаги будут всегда Ну, я думаю, знаешь, что В отличие от этого самолётика Твоего маленького Пароход-то большой, сильный Большой, я его видела Но я думаю, что коллеги Все будут всегда на всех концертах Как правило, на бархатном шансоне Так и происходит Я вот сейчас в Сочи отдыхала Как раз вот видела Как в недельный вот этот круиз Он отходил То есть пароходик не маленький? Не маленький Я тоже уверен Не так, чтобы Не океанский лайнер такой Всё, но и не маленький Там палуб шесть Я, по-моему, насчитала Нет, поболее, поболее По-моему, шесть Это же паром, там ещё машины И вся эта Он большой Он большой Да? Ну, может быть, так мне издалека показалось Но, тем не менее Услушатели радио «Шансон» Ты, конечно же, там будешь Так вот Услушатели радио «Шансон» Есть шанс выиграть каюту И отправить сам В увлекательный круиз Морской фестиваль «Бархатный шансон» С 16 по 23 сентября Из Сочи в Турцию И обратно подробности На нашем сайте RadioShanson.ru А мы ждём Следующую песню А давайте Скажите мне, в чём тут моя вина Да просто повела дорога вниз По капельке вина По капельке вина С тобою мы, однако, набрались По капельке вина По капельке вина С тобою мы, однако, набрались А небо словно чёрная дыра Цунами там, где был лишь лёгкий бриз По капельке добра По капельке добра По капельке добра Добрались или всё же добрались По капельке добра По капельке добра По капельке добра Добрались или всё же добрались Небо Небо, раскололось небо, прокололось небо, и дождем прошло. Небо, мне бы, ах, туда, где не был, а вообще-то ладно, и так хорошо. А ты меня с собой позови, а мы с тобою тихо так споем. По капельке любви, по капельке любви наполним счастье озеро свое. По капельке любви, по капельке любви наполним счастье озеро свое. Нет лучше, не звони и не пиши Есть опасения, что в рассвете лет По капельке души, по капельке души Задушим мы в объятиях целый свет По капельке души, по капельке души Задушим мы в объятиях целый свет Небо, раскололось небо Прокололось небо И дождем прошло Небо, мне бы Ах, туда, где не был А вообще-то ладно И так хорошо Скажите мне, в чем тут моя вина Да просто повела дорога вниз По капельке вина, по капельке вина С тобою мы, однако, набрались По капельке вина, по капельке вина С тобою мы, однако, набрались По капельке, по капельке, по капельке вина С тобою мы, однако, набрались По капельке, по капельке, по капельке По капельке с тобой умы Однако Живая струна Живая струна Да-да-да, это Живая струна. Вы абсолютно правильно все сделали, что настроились на чистоту радио шансон. Валерий Курас в Живой струне дарит нам свое выступление. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Смотреть всегда интересно. Всегда интересно посмотреть, как артист выглядит летом. Ну, почти так же, как зимой, но одежды поменьше. Да, одежды поменьше. Но, как говорится, между первой и второй фармешоток небольшой. Это даже не сочтите, это за пропаганду пьянства. Но так случилось, не хотел, так само выскочило. Так сложился трек-лист. Да-да-да. Ну, поехали. Но, правда, выпьем мы за здоровый образ жизни. Да-да-да. Как-то вдруг я понял, ослабели кони. Сердце уж не бьется, как часы. И жена вздыхает, словно намекает, не взначай толкая на весы. Сексуальным грузом округлилось пузо. И спина согнулась колесом. Смотрит виновата, чуть отдутловато. В зеркале помятое лицо. Давайте выпьем за здоровый образ жизни. Кипир, гантели, крепкий сон, нормальный быт. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. На понедельник утром что-то вспомнить трудно. Комната плывет куда-то вниз. И нетерпеливо, хоть глоточек пива, требует ослабший организм. Чтобы восстановиться, нужно утвердиться. В мысли, что отсрочка на два дня. Мало что решает и не помешает Вечерком собраться у меня. Давайте выпьем за здоровый образ жизни. Кипир, гантели, крепкий сон, нормальный быт. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. Бьемся до победы. Мы решили в среду, но тут без звонка навеселее. Звей зеленый входит и с собой приводит Жеку с рюмкой водки на столе. Не пошлите махом, доктор нас, малахов, Пропишите эту или ту. От алкоголизма действенную клизму, Но чтоб хоть немного на спирту. Давайте выпьем за здоровый образ жизни. Кипир, гантели, крепкий сон, нормальный быт. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. Давай объявим пьянство, бой, мы с понедельника с тобой. Но это дело надо все-таки обмыть. Давай объявим пьянство бой. Мы с понедельника с тобой. Но это дело. Надо все-таки обмыть. Еще раз всем доброго пятничного вечера. Валерий Курас в живой струне продолжаем разговор. Но вообще-то-то как дела? Ну вообще-то хорошо. Спасибо. Как дела? Сейчас очень сложно на этот вопрос ответить. Потому что, естественно, у всех там проблем прибавилось в жизни. Но я считаю так, что ты работаешь, что-то там пишешь новое, что-то поешь старое, полюбившееся старое. Хороший момент как раз запереться где-нибудь в студии и работать, работать. Ну вот так вот запереться совсем в студии как-то надолго не хочется. Но ты любишь погулять где-то там. Не-не-не. Просто для того, чтобы я больше люблю, знаешь, что-то там накопилось, что-то вот ты пришел, вот выложился и потом выходишь так вот на улицу. Еще особенно сейчас лето, погода, когда хорошая такая, знаешь, так думаешь, вот сейчас вот это вот оно. Каждый раз ты же думаешь, что вот оно, вот это вот, вот сейчас это вот самое оно будет. Вот. Ну, там когда-то лучше получается, когда-то хуже, потому что дальше, когда уже в ротацию песни выходят, ты понимаешь, это было оно или не оно. Знаешь, а я летом ленивая, я не знаю. Вот кто-то наоборот, вот, ой, как хорошо, бодряк, летом туда, прыг, скок, сюда. А я такая ленивая. Особенно такая духота, как в этом году, вот в Москве, я не знаю. Ну, ладно, ну, давай, не надо экстримы. Ну, она же не все время такая духота. Ну, да, да. Ну, я не знаю, мне летом работать вообще не хочется. Это еще удивляюсь людям, которые живут где-нибудь на югах, еще на работу ходят при этом. Естественно, знаешь, как говорят, главное перезимовать, а я, главное, перелетить. У тех, кто живут на югах, у них выхода нет. У них сезон как раз короткий, и он летом. А что ты больше, от чего больше получаешь удовольствие? От того, что, например, у кого-то берешь там разрешение, тебе нравится песня, да, которая раньше уже была, звучала в чьем-то исполнении, да, и как-то по-своему ее преподносишь, но песня уже известная, уже, так скажем, раскрученная, предположим. Или же, когда абсолютно вот свежак, когда никто не слышал и все, и не с чем сравнивать, не с кем сравнивать и так далее, вот что тебе... От чего ты больше кайфуешь, так скажем? Таким веселеньким голосочком я такой серьезный вопрос задала. Молодец, Ксюша, молодец. В пятницу вечер. Бодро-бодро, молодца. В пятницу вечер. Нет, на самом деле очень неоднозначно все, потому что когда-то, естественно, нравится что-то новое. Тут ты прямо услышал, вот вцепился, оно. А когда-то просто очень нравится песня. И честно говоря, ну, поскольку я вот до сих пор осознать ни принципов, ни основ шоу-бизнеса, так называемого, не могу. И я так понимаю, что даже те люди, которые якобы знают, они тоже на самом деле знают далеко не все. Вот, поэтому я даже не напрягаюсь на эту тему. Она раскручена, не раскручена. У меня как бы есть вот два критерия. Нравится, не нравится. Ну, в моем понимании. Понятно, что там, я не претендую быть там какой-то истиной в первой инстанции. Но если мне нравится, то я с удовольствием с огромным, коли мне авторы позволяют, делаю свою версию. Это я к тому, что сейчас будет песня. Да, 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 да. Вот эта песня, как раз с ней так и получилось, кстати. Да, а дело в том, это же ведь Танич. Это Танич, да. Которому сто лет в сентябре, между прочим. Ну, величайший совершенно человек. И я эту песню, честно говоря, вот только когда вот пошел вокалу учиться, просто пел в аранжировке вот Лисоповальской. А потом вот попросил уже, как это называется, автора, не, праводержателей, праводержателей, да. А можно ли я сделаю свою песню? Ну да. Вот. И Лидия Николаевна мне разрешила, спасибо огромное. Я сделал эту песню, я на самом деле ее пою на самом, на каждом абсолютно концерте. Это правда. Во-первых, она мне дико нравится самому. И я просто от нее вот кайфую, что называется. Второе, у меня еще несколько есть песен про дружбу. И я много слышал песен про дружбу, но я считаю, что лучше, чем Танич, написал, по-моему, еще никто. Ну да, ну, наверное, трудно. Ты же за всех троих, и там уже подразумевается. Ну, может быть, это так вот из-за лесоповала у меня в голове, что Т-3... Ну, вообще, когда у меня есть компания на концертах, вот, например, когда мы там с Куприком и там с Жек, мы втроем вот как раз ее поем, то она получается совсем кайфово. Там прикол, когда разные немножко голоса. Да, и причем это так сюрпризом получается как раз очень хорошо. Это драматургия. Ну, я готов поддуваться за троих. Ну, давай. Чего уже там стесняться? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живая струна Ну, конечно, Гений Танеча, это Гений Танеча. И вот удивительно, настолько вот он московский вообще поэт, несмотря на то, что сам из Таганрога, по-моему, да, и что-то. Но он настолько вот московский-московский, кто бы мог подумать. Ну, столетие будем отмечать, и в сентябре придет его группа «Лесоповал», мы посвятим целую программу, но это будет в сентябре, а сейчас вот, естественно, раз прозвучала песня, нельзя было не сказать доброе слово в его адрес. Валерий Курас, у нас в живой струне, если вы только что к нам присоединились. Ну, ты мужчина-то обстоятельный, и, в общем-то, не спешишь как-то так, как это, не спешишь как-то так вот наотмашь, как-то так, абы что пополнять свой репертуар. Очень аккуратно относишься к песням. То есть, ну, может быть, это связано с тем, что ты сам не пишешь, потому что те, кто пишет, они как-то вот написалось, проверили, зашло, не зашло, посмотрели там и так далее. Я к тому, что вот, например, песня-то, ну, такая вот сравнительно недавно у тебя появившаяся в репертуаре с Тамарой Кутидзе «Березовые глаза». Ну, она была у меня сольная уже несколько лет назад. Да? А сейчас мы сделали дуэт. А она прозвучала-то с Кутидзе как будто как премьера. Вот что знаю. Вот как женщина приукрасила. Ну, слушай, женщина всегда украшает. И я, на самом деле, очень рад, что этот дуэт появился, потому что вообще у этой песни совершенно сумасшедшая история. Вот Игорь Васильевич Кахановский написал ее, будучи в возрасте 82-х лет. Сейчас ему 86, дай бог ему здоровья. Да-да, он был у меня здесь вообще. Пару дней назад мы с ним виделись. Просто потрясающий человек, собеседник, интереснейший, активный, бодрый, творческий. Вот прямо фонтан. Но он много чего написал. А почему ты именно на «Березовые глаза» как-то обратил? Ну, не только. У меня еще есть «Бабье лето», кстати. «Бабье лето» тоже его? Да-да-да. И, кстати, это то, что мне прямо с детства нравилось. Потому что «Березовые глаза» это вот он написал уже как бы недавно. А «Бабье лето»-то это было написано еще в Исоцке. Это пел. Ну, да. Вот. И, конечно, это... Мальчик Валера вырос, нашел автора и сказал «Хочу». Нет, получилось как раз наоборот. Я как раз вот, после того, как я спел «Березовые глаза», я говорю, Игорь Васильевич, а вот у вас еще есть такая песня. Давайте вот еще. Вот. И вот поэтому я очень надеюсь, что еще будут песни его пера, потому что, ну, он просто потрясающий человек. Там еще такой есть момент. Вот я чувствую этот стих. Как бы не только музыкально, а вот по содержанию, по настроению. И я могу это как-то передать. Поэтому вот, как ты решаешь, это не моя обстоятельность. Просто пока я это не почувствовал и не понимаю, что я могу это как-то там передать, в своем понимании, естественно. Но мне важно, чтобы это как-то звучало понятно. По крайней мере, понятно, что это мне понятно. Уже хорошо. Ну, да, 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 да. Про Тамару. Тамару очень хорошо все отзываются, кто... Она недавно появилась, в общем-то, в... Во всяком случае, на нашем небосклоне, под сводами радиошансон. И все, кто с ней не писались, все говорят, что прямо она, ну, одно удовольствие с ней работать. А то бывает, знаете, талантливый человек, и работать-то с ним невозможно. Вот в чем дело. Это я про себя. Талантливый человек. Ты только хотел сказать, знаешь, это талантливый человек, но зануда. А ты, оказывается, про себя, ну, совсем не так. Тут близко такого нет. Не, нет, Тамара абсолютно, она молодец. Она и как бы в работе очень легкий человек. И прямо я скажу, что вокально и музыкально очень-очень все круто. У вас очень сочетается. И самое главное, глаза-то бирюзовые какие. Да, да, да. Вот оно. Да, да, да. Как сразу поется. Кстати, по-моему, эта песня-то, она у нас и в хит-параде, если я не ошибаюсь. Любань, да, или нет, или нет. Что там посмотреть нужно? Посмотри, там она у нас есть на каком-нибудь или месте, или нет. Это я Костяку обращаю. Сейчас надо все. Сейчас мы все прошли. За нее же можно проголосовать. Да наверняка, но она совсем недавно в эфире. Я не знаю, насколько это возможно, чтобы она уже была в хит-параде. Она может быть не хит-параде, может какую-то строчку занимает, как рекомендация. Может быть так. Ну, друзья, ладно, не будем напрягать Костю. Напрягайте, я как всегда рад. Вот, да, 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 не будем напрягать. Он как раз смотрит топ. Как всегда рад, сказал он напряженно так. Очень напряженно, да. Давайте попробуем угадать. Вы назовите какую-нибудь строчку, а я сразу на нее посмотрю. Строчка, ну давайте шестая. Кто у нас на шестой строке сегодня? На шестой строке у нас Виктория Вестница. Вот. Ну ладно. Это явно не Тамара Кутизе. Ураз, ураз. Ну пусть уже, нет, ну пусть уже люди сами как-то немножечко подвигаются, зайдут. Во-первых, чтобы выиграть каюту на шансон года, зайдут на сайт, там, увидят информацию. Заодно зайдут в хит-парад и приучаствуют, и сделают. Это даже нужно сделать, да, обязательно. Да, и себе приятное, и это как, доктор сыт, и больному легче. Это точно. Потому что это формула любви. Ты сегодня прям цитируешь все мои любимые фильмы. Хорошо. Так, ну, к вопросу о круизе. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И вообще о летнем отдыхе. Не отпускайте женщину на юг. Да. Бархатный шансон всей семьей взяли и поехали. Ну, я бы тоже не стал на круиз отпускать. Поехали. Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят подшкольницы студенток. Их так пьянят цветы и комплименты. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Ведь там вино и солнечные ванны. И все мужчины страстны и желанны. Не отпускайте женщину на юг. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не отпускайте женщину на юг А то потом, недолго до развода На них влияет пагубна природа Не отпускайте женщину на юг У вас весной явилось чудо вдруг Ни на кого из предков не похоже Да и к тому же еще со смуглой кожей Не отпускайте женщину на юг Не отпускайте женщину на юг Езжайте лучше, сами отдохните Колечко с безымянного снимите Не отпускайте женщину на юг Оба! Пам-парарам-парарам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам Шансон как раз и уж ноябрь глядит в глаза. А что у нас в ноябре? А в ноябре у нас Эхо Разгуляй. Эхо Разгуляй. У нас не жизнь, а праздник один сплошной. Так это же прекрасно. Да, а ты неизменный участник, естественно, Эхо Разгуляй. Не из-за того, что... Нет, конечно же, из-за того, что ты как красивый, любимый, и хохолодший друг Радио Шансон. Спасибо, спасибо, спасибо. Но еще, конечно же, и из-за того, что у тебя все песни практически разгуляйские. Разгуляйские. Поэтому, если кто-то, наоборот, к Разгуляю готовится, что-то пишет, или делает какую-то танцевальную обработку той или иной песни, ну, что-то такое, готовится. Тебе этого делать не надо. Ну, выбрать, мне надо только выбрать. Да, 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 у тебя все песни, в общем-то, к этому подходят. Это шуточный жанр, так скажем. 18 ноября Радио Шансон приглашает на всенародную танцплощадку, где всех вас ждут только любимые песни и только отличное настроение. Музыкальный марафон Эхо Разгуляй. Разгуляемся вместе. 18 ноября, Лайф-арена. Полюбилось нам это новое место. Шикарная площадка просто. Я думаю, что сейчас луч чая в Москве. Что для зрителей, что для артистов просто вот супер-супер. Это для автомобилистов, там же все очень, это немаловажно, потому что это все-таки за МКАД находится, и поэтому не везде всегда. Хотя сейчас Москва у нас так сделана, что куда угодно, как угодно. И за сколько угодно. Такая логистика. Паркуйся. Великолепная. На самом деле, паркуй машину, садись в общественный транспорт. И очень удобно. Сейчас вообще все сделали как можно. Это же по сне страшно. Не могу присниться, что из лобни в какие-нибудь электроугли. Можно доехать за 40 минут там на этих вот, ну, вот эти вот все радиальные истории. Ай да, Сергей Семенович! Ай да, так сказать, не буду продолжать, как Пушкин делал. Ай молодец, в смысле? Ай молодца, да, серьезно. Так вот, подробности, чтобы попасть на разгуляю, а уже нужно, как бы, летом лыжи на осенний разгуляй готовить. Подробности на нашем сайте radiochanson.ru. Захотите их. Будете всегда, будьте на наших мероприятиях, и слушайте, и приходите. Мы не будем расставаться никогда. Я чувствую, половина зрителей придет с лыжами на разгуляю. После такого объявления. Ну, а чего, лыжи у печки стоят? Это уютно, 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 согласен. Тоже классика, да, к вопросу. Ну и, так сказать, что нам годы, что нам расстояние. Есть еще порох. Ну да, ну да, да, как раз такая, вот именно разгуляйская, вот она, разгуляйская эта песня. Самая-самая. Ну, как под такое не разгуляться, ну. Шестой десяток подступил. Час отрезвления наступил, на что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он, куда девать тестостерон. Готов любимый каждый час последний отдавать запас, но вновь не иссякает он. Есть еще порох в пороховницах, есть еще ляготы в ягодицах, есть еще сила и диска сила старого бойца. Есть еще порох, так постреляем, есть еще деньги, так погуляем, есть еще песни, так допоем их до конца. Друзья давно уж унились, на даче с садом занялись, дурной остался я один, такой непойманный на лим, как прежде не по кобелим. Я так скажу вам, мужики, сдаваться, что это не с руки. Давай, как прежде, я и ты, пивные втянем животы и вверх плывем со дна реки. Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах, есть еще сила и диска сила старого бойца. Есть еще порох, так постреляем, есть еще деньги, так погуляем, есть еще песни, так допоем их до конца. Давай, давай, давай! Есть еще порох, так постреляем Есть еще деньги, так погуляем Есть еще песни, так допоем их до конца Валерий Курас в живой стране Если вы только что решили нас послушать, я вас поздравляю, вы опоздали Мы практически уже заканчивали К последнему вагону подошли Да, да, да Слушай, ну неубиваемая песня И вообще у тебя, конечно, репертуар абсолютно как он корпоративность нет ну нет тут я не соглашусь обидела во первых совершенно ни капли не обидела это действительно комплимент потому что корпоратива как раз вот то что востребовано и то что нравится это точно конечно и и самое главное что там вот понятно там тебе прямо вот нам нравится эта песня это не надо мучиться вот что там откуда чё про какую не что там как вот вот порох ягодицы вот все вот она корпоративная тема ты сегодня просто мастер афоризмов я всегда такая по пятницу я всегда такая а есть какой-то вот для себя на не знаю конечно сейчас что-то там загадывать и но все равно чтобы хотелось вот в следующем сезоне вот в сезоне что-то сделать не знаю ну честно говоря вот такое вот помимо тех мероприятий которые предлагает радиошансон ну это вообще даже не обсуждается с большим нашим удовольствием всегда нет а кроме этого ну конечно мне бы хотелось наверное как-то все таки диск еще один осилить вот но и опять же вот как ты меня обвинила в обстоятельности вот не опаздывает никуда тот кто никуда не торопится как сказал профессор преображенский подпевает всюду тот никуда не продолжаем цитировать любимые фильмы вот поэтому как бы у меня там как бы есть уже материал достаточный но я хочу еще несколько песен и я сейчас стал смотреть вот советских времен ой это ж такой благодарный вот прямо но такие классные песни но просто не буду сейчас ничего называть чтобы кого-то не обидеть не дай бог но прямо вот есть на примете несколько песен но дай бог что в следующем сезоне вот и они как раз вот закруглят этот самый диск который все-таки хоть он сейчас и виртуальный по моим понятиям все-таки круглый ну что же валера спасибо тебе за концерт в этом месте я как правило прощаюсь и желаю всем хороших выходных встретимся следующую пятницу а с тебя песня да не просто причем песня эта песня вот прям в преддверии дня рождения радио шансон и я хочу посвятить всем кто работает на этой замечательной радиостанции в том числе и тебе ксюша обязательно всем и девчонкам и мальчишкам у вас замечательная тут команда всегда очень приятно здесь бывать и конечно моим коллегам по цеху так и называется песня шансонье он не рядится блестки его не манит гламур и костюмчик неброский всего милее ему не летает по сцене одетый в перья балет он себе знает цену его зовут шансонье 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 карусель мелодий шансонье шансонье крик живой души шансонье 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 Всюду полные залы, Успех заслужен вполне. Все начнется сначала, Для вас поет шансонье. Шансонье, карусель мелодий, Шансонье, крик живой души. Шансонье, иначе не выходит, Раз уж Бог так за него решил. Шансонье, карусель мелодий, Шансонье, крик живой души. Шансонье, иначе не выходит, Раз уж Бог так за него решил. Раз уж Бог так за него решил. Живая сгуна.